22 апреля в детской библиотеке номер 113 Северо-Восточного округа столицы было людно и по-весеннему солнечно. Здесь праздновали знаменательное событие – присвоение библиотеки имени писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Разрешите поздравить с этим замечательным праздником всех вас, полюбивших чудесные произведения Ивана Сергеевича, которые оставили светлый след в наших сердцах, одним словом, всех истинных друзей и почитателей творчества писателя. Поздравляем наш библиотек с присвоением имени замечательного прозаика, автора трогательных миниатюр и увлекательных рассказов Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Творчество Соколова-Микитова – заметная страница в истории русской литературы XX века. Писатель тонко чувствовал красоту окружающего мира, умел найти краски и тона, чтобы передать неуловимое дыхание жизни. Его сказки, притчи, рассказы и повести для каждого ребенка являются проводником в мир необыкновенной живой природы. Он всю жизнь писал книжки для детей. Он считал, что это очень важная грань его творчества. И книги были особенные. Может быть, именно сегодня они становятся наиболее редкие, потому что дети, выросшие на асфальте, и только изредка соприкасающиеся с природой, они должны иметь своего поводыря в этом мире, для них неведомым и редко ощущаемым. И вот таким поводырем, конечно, являются те книжки, в которых живет каждая травинка, живет каждая веточка, каждый цветок. Коллектив 113-й библиотеки уделяет большое внимание экологическому воспитанию своих юных читателей. Здесь часто проходят литературные вечера и чтения, посвященные творчеству Ивана Сергеевича, Соколова-Микитова и других писателей-натуралистов. Вот здесь детишки приходят как к себе домой. Они настоящую книгу здесь получают из добрых рук тех людей, которые в своей профессии избрали именно такое сопровождение книги. Вы знаете, сейчас библиотека больше, чем когда бы то ни было, конечно, вносит в жизнь людей и каждого поколения, но прежде всего именно детей. Мы раньше и мечтать не могли, что вот такая маленькая, небольшая библиотека и вдруг будет носить вот такое почетное имя. Правильно сказал Александр Сергеевич, это очень ко многому обязывает. Обязывает всех сохранить атмосферу, атмосферу души. И вот глядя на работников этой библиотеки, я думаю, что она будет сохранена. Значение именно экологического воспитания для ребенка, растущего в современном мегаполисе, очень высоко. Маленький читатель с самых ранних лет здесь, в библиотеке, знакомится с умными, добрыми книгами, которые помогут ему вырасти наблюдательным и любознательным человеком, научат беречь и охранять окружающий нас мир. Если мечтаешь найти чудеса, в сказку попасть ненароком. Вовсе не надо бродить по лесам и колесить по дорогам. Есть по соседству библиотека, в ней лекарства, словно в аптеке. От коварства, глупости, лени лечат книги без промедлений. Есть по соседству библиотека, в ней все средства для человека. Чтобы умным стать и великим, пусть всегда доздравствуют книги. В залах рядами стоят стеллажи, тысячи книжек на полках. Каждый здесь что-то найдет для души, лишь заглянув ненадолго. Мир приключений и царствий идей, знаний и смеха источник. И для детей, и для взрослых людей. Все это библиотека. Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку. Протяните к знаниям руку, выбирайте книгу как друга. Продолжение следует...